Чуть больше двух лет остается до первой в истории человечества Олимпиады для людей-киборгов. Состоится она в швейцарском Цюрихе осенью 2016-го. Еще недавно казалось, что запчасти для человека, искусственные руки, ноги, даже глаза – дело далекого будущего. Однако разработки ученых давно уже в буквальном смысле вышли из стен научных лабораторий. Причем активно используют экзоскелеты не только в какой-нибудь Японии или за океаном, но и в Москве. Интерес к бионическим протезам и прочим приспособлениям проявляют даже военные. Кристина Одиноченко о киборгах среди нас. Герой этого ролика называет себя киборгом. Высокие технологии спасли его от слепоты. Теперь за него видит камера, установленная прямо в глазную впадину. Бионический глаз – своего рода компьютерный протез сетчатки. Перерабатывает увиденное в сигналы. К примеру, стол, стул, близко, далеко. И передает информацию прямиком в мозг своего владельца. И такие киборги уже живут среди нас. Как эти руки работают? Все просто. Оставшиеся мышцы получают электрические сигналы от моей нервной системы. Как здесь? Да, точно. Первые соревнования среди киборгов и их разработчиков пройдут в Цурихе осенью 2016 года. Электронные глаза, искусственные конечности, даже управлять велосипедом они могут практически силой мысли. Все это станет новым видом спорта под названием киботлон. Депутат Владимир Крупенников знает по себе. Инвалидное кресло – не повод опускать руки. На своей коляске он покорил Эльбрус и Казбек. Соревнования по киботлону подстегнут не только науку, но и самих участников – людей с ограниченными возможностями. Пример того, как уже у человека могут с головы снимать энцефалограмму, с помощью которой можно управлять несуществующей конечностью или атрофированной конечностью. Безусловно, это выведение инвалида, человека, который временно, может быть, получил какое-то ограничение в движении, выведение совершенно на новый качественный уровень жизни. Надев такой вот экзоскелет, даже парализованный человек сможет ходить, управляется с помощью пульта. Такие устройства могут служить для разных целей. От медицинской быть опорой и поддержкой для тех, кто не может ходить, до военной создания универсального солдата. Это зарубежные разработки. В России тоже есть подобный. Один из отечественных вариантов медицинского экзоскелета. Свои первые самостоятельные шаги сделал всего месяц назад. Поймав нужный импульс, повторил движение человека. Та траектория, которую мы в него запишем, ту траекторию будет отрабатывать наш экзоскелет. Сейчас видно, как бедра и голени, то есть нога экзоскелета, совершает те движения, которые, предполагается, должен совершать человек при ходьбе. Зарубежные аналоги пока опережают отечественные разработки, но они очень дороги. Цена в пересчете на рубли около трех миллионов. Большинству инвалидов экзоскелет просто не по карману. Команда молодых российских ученых планирует сделать экзоскелет доступнее, легче и маневрее. Ходить по ровной местности или передвигаться, это может обычная коляска. Соответственно, экзоскелет должен еще и уметь подниматься по лестнице, преодолевать препятствия. Может быть, перешагивать через какие-то препятствия, например, пороги. В фонде Сколково инопланетного вида агрегат разгуливает по коридорам. Он даже может с вами неожиданно заговорить, ведь по другую сторону встроенного монитора реальный человек. Работает это примерно так. Да, Вася, я снова здесь. Как у нас сейчас в Сколково дела обстоят с проектами? Привет, Артем. Ситуация хорошая. У нас порядка 320 проектов и количество постоянно увеличивается. Робот удаленного присутствия. Это, по сути, передвижная станция для видеосвязи. С помощью нее человек, заточенный болезнью в четырех стенах, может посетить картинную галерею на другом конце страны или устроиться на работу. К примеру, может дистанционно проводить консультации. В Сколкове считают, что уже через пять лет электронный помощник будет для всех привычным явлением. У него есть функция, скажем так, человеческого взаимодействия. Вот эта голова, которая поворачивается туда-сюда, она заставляет человека так же реагировать на него, как живой объект. За два года до первых соревнований по кибатрону технический прогресс может уйти еще дальше, вперед. Фантастические сегодня технологии проникнут на массовый рынок и станут обыденностью. А само понятие человека с ограниченными возможностями сменит смысл по сравнению с киборгами. Ограниченными можем оказаться все мы. Кристина Изноченко, Максим Сидоренко, ТВ-Центр. Кристина Изноченко, ТВ-Центр.